Всем добрый день! Помышите, ребята, всем привет! Шапку нормально сделай. Почему она у тебя не красива? Маша? Марина? У нас новый день, новый влог. Так, ну-ка, Оксана, встань! Вот, смотрите, ребёнок, как шапку одела. Волосы почему? Пошла домой, заплела волосы бегом. Я собралась в магазин идти, пойду в магазин за хлебушком. Ребятки у меня во дворе гуляют. У нас, ребята, вот некоторые думают, что везде снег растаял. Нет, у нас вон здесь снег ещё есть. Даже вот здесь вот есть снег ещё. И сейчас покажу, что у меня перед домом растаяло, потому что некоторые спрашивают, как, что вообще у вас? Да, здесь многие заметили, что муж забор поменял. Ну, а здесь вот ещё снег оттаивает. Сегодня ещё буду кидать, наверное, его. Сегодня хочу пирог испечь тоже из моего детства, как мы раньше с бабушкой пекли, потому что я заметила, что некоторым это понравилось такое. Поэтому смотрите обязательно это видео. Да, Ванюша? Ай, где? Там. Ну, играй. Опять все игрушки раскидали. Ну, ничего. Потом берём. Играй. Формочки повыносили. Все тут играют. Егорка у нас сегодня дрова таскал. Сюда вот таскает дрова. А где Егорушка у нас? Он дрова перетаскал уже? Ты перетаскал уже дрова? Нет ещё? Много тебя ещё таскать? А, ну тут немного. Егорка себе приспособление придумал вот такое. Это папа ему придумал. Тут две верёвки, дрова ложит и таскает. Так тебе удобнее? Ну, тебе всё равно, да? Тяжело. Ты чё недовольный? Нахмурился, что мама его снимает, он не отвечает ничего. Специально, да, Югорка? Он у нас любит качаться. Особенно по утрам. Рано утром встаёт, идёт, качается. И по вечерам. Да. В прошлом году постоянно мне кондуктора на автобусе здесь же ездят, прямо перед нашим. Да, он говорит, мы, как, говорит, не едем, а Егорка, говорит, качается. Ты пришёл Егорке помогать дрова таскать? Нет. Нет? А чё ты будешь делать? А, садиться, ну сядь. Ой, не можешь, да, залезти? Ему ещё вот эту вот кучку растаскать на апа, попилит эти дощечки на дрова. Да, Ваня? У Вани уже носик весь, кстати, чумазый. Да, Ванька? Там Тайсон ходит, бродит. Сегодня солнышко, да? Смотри, у нас сколько дней дожди шли? Четыре. Четыре или пять дней у нас дожди были всё. Мы на улицу не выходили. Но старшие выходили, а маленькие нет. А сегодня солнышко прям такое, я вывела маленьких гулять. Оксане достала тёплые джинсы. Да, Окси? Заплелась? Да. Ну, когда я проверю? Да, заплелась, не обманывает маму. Шапку Светкину одела, да? Угу. У неё джинсы вот эти хорошие, тёплые, с начёсом, знаете, как комбинезоном застёгиваются. Мам? Да. Ладно, гуляйте. Я пошла в магазин. Ай, Маша, смотри за Ваня, я сказала. Угу, вы там качели? Я пошла в магазин. Эту качеля у нас на дереве вот так висит. А то многие спрашивали, где она у вас висит. Это папа придумал, да? А как вот эту? Помнишь, он железяк вот эту загибал? Ну. Кое-как загнул её, чтобы вот это сделать. М? Майка там так хотел. Э, он упадёт. Маша, иди сядь на доску, чтобы он не упал. Ладно, территория потихоньку оттаивает. Хорошо на улице, да, Игорь? Сегодня солнышко прям такое невероятно. У нас девочки окно украсили. Фотографии я вам вставлю, как они сделали к 9 мая. Видел? А это домашнее. Ну, это домашнее задание такое. Это не домашнее задание, это даже конкурс. По школе идёт к 9 мая украсить окно. Ну, там вот мужчина прям на крыше меняет это, над балконом что-то. Ой, господи, страшно уже смотреть. Ладно, пошла я в магазин, а вы гуляете. Смотрите за Ванюшей. Хорошо, Оксана? Всё, я пошла в магазин за хлебушком. А покажи, как ты быстро качаешься. Ну, пожалуйста. Егор не любит, когда я его снимаю. Вот, вы просили Егорку? Вот он. Сходила, ребятки, в магазин. Показываю, что купила. Так, две булки. Ой, четыре булки белого. Потом взяла тридцаток. И наши куры плохо несутся, поэтому покупать приходится в магазине. Мы сегодня со Светиком будем стряпать, да, Света? Потом взяли 4 литра молока. И взяла немножко огурчиков сделать салат. И вот давно смотрела вот на эту баночку. Мне иголки хотела в неё слаживать. И вот всё-таки разлилась и купила. 50 рублей стоит баночку. Давно смотрела и вот взяла. Для иголок. Туда магнит сейчас приклею. И будет самый раз для иголочек. Раньше, видимо, другая цена была. Вот такие вот все мои покупочки. Дорогие друзья, решила испечь бисквит. Нашла самый простой рецепт. И что мне для этого понадобится? Молоко, яйцо, масло, ванильный сахар. Также понадобится разрыхлитель, сахар и мука. Но я ещё добавлю осадки какао, потому что оно лежит без места. Будет шоколадный бисквит у меня получится. И сверху сделаем вот такую вот глазурь у меня была с ванилином. Попробуем, сделаем. Сейчас всё это замешаю и сделаю тесто. Дорогие друзья, начинаем замешивать тесто. В миску выложила 4 яичка. И добавляю сюда сахар обычный. И сейчас добавим сюда ещё ванильный сахар для вкуса. И всё это взбиваем миксерой до пышной пены. Дорогие друзья, наша пена увеличилась в два раза. Видите, как она стала. Сейчас мы сюда добавим молоко. Молоко должно быть тёплым. И ещё раз всё это взобьём. Нам сейчас в муку надо добавить 2 ложки, не 2 ложки, а как по граммам, если, то 20 грамм разрыхлителя. Я сейчас добавлю и всю эту массу вместе с какао добавляем в тесто и взбиваем. И так же добавляем сюда ещё примерно, ну короче говоря, я вам напишу сколько, точно не помню сколько. Ну вот масло, я всегда на глаз вожу растительное масло. И всё это взбиваем. Всё, дорогие друзья, вот такое вот у меня тесто получилось. Главное, чтобы было без комочков. Рецепт этот ещё, знаете, с моего детства, поэтому вот так вот. Я когда-то любила, когда мне бабушка такой пирог стряпала. Надеюсь, у меня он тоже получится. Если уж не получится, то уж не осерчайте сильно. Вот такое вот тесто, видите, текучее. Должно получиться. То есть сейчас будем заливать форму и ставить, выпекать в духовку. Форму я уже приготовила. Обязательно смазываю маслом. Всё помимо бумаги, то что положила. И теперь выливаем тесто. Дай бог, чтоб получилось. А то я вот эти вот рецепты из детства вспоминаю и боюсь, если честно. А вдруг не получится. Раньше вот вкусные рецепты были. Сейчас уже они забываемые стали. Многие забывают про эти рецепты. Всё. Равномерно распределяем по ёмкости. Дадим постоять немножко. И поставим в духовочку выпекаться. Обычно так, чтобы тело встряхивают, чтобы оно равномерно по всей форме распределилось. Всё. Пускай постоится немножко в духовку. Пока разогреваем и потом ставим выпекаем. Хотела у вас спросить. У вас дети могут что-нибудь нашкодить на кухне? Мои, да. Вы знаете, все вот такую вот кисточку мазать маслом, да? Смотрите. Вот, наверное, так только могут сделать мои дети. Они взяли и всё это подстригли. Вот как. Я хотела маслом помазать, смотрю, оно всё обстрижено. Смотрите, чё. Ладно, у меня запасная есть. Это, по идее, вот от этой палочки была кисточка. От красной. Вот она. Я вообще в шоке. И вот как мне смеяться, да? Кто-то же догадался, кто-то же всё это состриг. А кто, не могу понять. У кого-нибудь спрашивание, а чё это? Вот так вот могут дети шкодничать. Поставила, ребята, пирог в духовку. И знаете, вот дети на меня немножко нынче обиделись. Я им не купила ролики. Продавали с рук ролики. Ну, я договорилась с этой женщиной, что вот получу денежку, обязательно куплю. Я из-за конкурса не стала продавать ролики. Ну, не покупать ролики. Но победители так наши и не объявились. Одна вот только, одной я вручила приз. Остальные не объявились. Поэтому будем переигрывать 5-го числа. Ну, 5-го часа будем переигрывать заново, искать других победителей, раз эти не объявляются. И вот дети теперь ждут, лето наступает, да? Дети ждут, очень сильно ждут. Когда я получу деньги, чтобы купить им ролики. Вот так вот. Так что вы говорите, мои не шкодничьи. Мои тоже шкодничьи. Видите, кисточку для масла подстригает. Ой, господи. Вот как тут не смеяться? Тут только улыбаться и приходится. Ну, молодцы. Что сказать? А ваши так смогут? Как мои, подстричь ногти. Фу, ногти, кисточки. Ладно, пирог я уже поставила выпекаться. Сейчас. Там по градусу, вот мне как-то сказали, вы мне сказали, на сколько градусов ставите. Я ставлю свою по-разному. Видите, у всех разная духовка. Но по идее, по рецепту, раньше, как у меня бабушка делала, она в печке обычно делала. Обычно, которая топится печка, там была встроена духовка и там пекла. Ну, как бабушка говорит, где-то 170-180 градусов ставить. Или послабже, ну, смотря у кого какая духовка. И там смотреть, шпажкой уже проверять, чтобы она пропекалась. Видите, ребята, у меня духовка плохая. Я вот ставлю на 170-180 градусов. Поэтому смотрите по своей духовке. Дорогие друзья, из пекла я горшин у меня, как всегда, поднялся вверх. Видите, что? Ну, зубочистка уже проверила, все нормально. Так что, сейчас остынет, достану из формы и будем делать глазурь. И просто сверху польем, и все. Вот такой, дорогие друзья, у меня пирог получился. Промазала его сверху простой обычной сгущеночкой. Ну, не умею я крем делать. Вот не умею, у меня не получается. Так как вот, ну, постепенно учимся. Вот такой вот у нас, получается, будет сегодня десерт. Пишите, какой у вас был десерт. Если вам понравилось, то не забудьте поставить нам пальчик вверх. И написать ваш какой-нибудь рецепт. Не сложно, если только. И я его обязательно испеку. Продолжение следует...